Елена Княжина. Чудовищный секрет Авроры или Магистра не дразнить? Глава первая. О мудрых волках и глупых птичках. С опаской, озираясь по сторонам, я пробиралась сквозь заросли ласковой глицинии. Её плотные белые соцветия так и норовили меня защекотать, едва касались кожи. Но мне было не до игр, я пряталась. Из центральной круглой залы приглушённо доносилась музыка. Сейчас там был весь магический свет. Последний баллета, как-никак. Я же торопливо шагала по внешнему кольцу дворцовой оранжереи Вяземских, то и дело отмахиваясь от растений, жаждущих познакомиться поближе. Но им по степени навязчивости было далеко до одного... павлина. Из-за него-то я и пустилась в бегство, так толком и не выгулив свой экзотический наряд. Последний вечер августа я рассчитывала посвятить танцам. Душа требовала веселья, но вместо этого пряталась в полумраке запретной секции. Впрочем, мне всегда было любопытно сюда заглянуть и узнать, что за диковинное растение выращивала давно почившая графиня Вяземская. В дворцовой оранжереи я бывала уже трижды и неплохо ориентировалась. Огромный стеклянный замок с прозрачными потолками, через который просачивалось ночное звездное небо, меня удивило лишь в первый раз. Как и парящие в воздухе шары светильники, наполненные золотистым волшебным газом. А с глициней ласковой мы и вовсе стали подружками. Юбка моего платья шуршала по полу, цепляясь декором то за платоядные кактусы, то за дрочливые пальмы. Из-за таких вот стычек с растениями предательски звенело. Приходилось краситься практически на носочках, огибая самых нахальных местных обитателей. А где-то там по оранжереи бродил павлин, потерявший объект своих бесхитростных домогательств. Я нервно оглянулась на шорох. Нет, показалось. Действительно ведь павлин. Сегодня был объявлен магический маскарад. За вечером не довелось случайно наступить на ногу серой кошки, поспорить с высоким плечистым львом, обсудить дизайн платьев с рыжеволосой летучей мышью, покружиться в вальсе с молчуном орлом и... Ну да, попасть под прицел одного павлина-ловеласа в изумрудных перьях. А еще неловко упасть в хищные объятия черного волка и в попытке избежать навязчивых павлинях ухаживаний задержаться в его лапах на целый танец. Восхитительный танец. Безумный. После которого я, завидев зеленое оперение, движущееся в мою сторону, самым позорным образом сбежала. Моя двоюродная бабушка Аманда, чертовски суетливая, деятельная натура, пережившая своего седьмого мужа и находящаяся теперь в активном поиске восьмого несчастного, владела модным магическим ателье. С годами ее дизайн стал экстравагантнее, так что у меня не было шансов не привлечь к себе внимание. Голубые перья и крошечные серебряные колокольчики, художественно облепившие юбку от пояса до края подола, так и магнитили к себе чужие взгляды. И уши. Я ведь тролль-побери звенела на каждом шагу. Мелодичная и тонкая, но все-таки. К счастью, благодаря маске, риск быть узнанной сводился к нулю. Мне досталась синеголубая птица. Сама прилетела в руки, едва я переступила порог дворцовой оранжереи. Мягко приземлилась на лицо, раскрасневшаяся от волнительного предвкушения, и словно приклеилась. Серебряный клюв плотно лег на нос. Перья рассыпались по щекам и вискам, оставив открытыми только губы, подбородок и пару прорезей для глаз. Я явственно ощутила прикосновение чар. Странно, мне даже на секунду показалось, что я умею летать. В тело вселилась легкость, хотя я порядком утомилась во время примерки у тетушки. Хотелось кружить по залу, расправив крылья, и звонко смеяться. Говорят, эти дивные маски зачаровал какой-то высший маг, обожавший карнавалы. Лет триста или четыреста назад. На них были наложены крепкие иллюзорные чары, настолько мастерски, что невозможно было определить, кто под маской, кроме разве что пола и телосложения. Голос собеседника все время менялся, его облик плыл, и даже цвет глаз казался каким-то невнятным. Все, что я могла сказать о волке, он был высок. И, пожалуй, потрясающе искусен. В смысле танцев, конечно же. В других смыслах он меня решительно не интересовал, как и все прочие представители местной фауны. Во-первых, мне всего восемнадцать, и до магического совершеннолетия больше полугода. Во-вторых, у меня достаточно забот в академии, чтобы тратить время на глупости. Но этот танец... На секунду он поколебал мою решимость покинуть больную залу. Едва музыка заиграла, волчара так резко схватил меня за талию и так плотно прижал к себе, что выбило дух. И неприличные мысли рванули в сознание жужжащим роем. Со стороны выглядело, словно мы пара, и пришли вместе. Так по-хозяйски нагло он себя вел. Уверенно, настойчиво, будто был в своем праве. А я, напротив, непривычно смущалась. Обычно мне палец в рот не клади. Включается самозащита высшего уровня. Как-никак, годы тренировок под неустанным контролем родителей и брата. А тут вдруг вместо защитной реакции включилась застенчивость. И я этому волчаре весь танец наступала на ноги. Бормотала какие-то неловкие извинения, зачем-то краснела под маской, и в итоге ляпнула, что он приятно пахнет. Приятно. Пахнет. Занавес. Да морфову уж бабушку. Он действительно пах необыкновенно. Терпко, опасно, дразняще. Я никак не могла распознать аромат, хотя все детство провела в отцовских теплицах с волшебными травами, на короткой ноге с монстроглазом и пугливым посленом. Пах так маняще, что захотелось провести носом по крепкой шее и коснуться открытой кожи губами. Но это не могли быть мои собственные фантазии. Откуда? Я же не маньяк какой-нибудь. Волков обнюхивать. И хуже того, облизывать. Нездорово это как-то. А если бы меня вдруг и посетило такое навязчивое желание, я бы обратилась к проверенному варианту, полностью натуральному. Профессор Осворт, Вервольф-полукровка, хороший друг нашей семьи. Так что для меня давно не секрет, чем пахнет волчья шерсть. Сознанием дела заявляю собачьим шампунем с хвойной отдушкой. В редких случаях с лавандовой. А не вот этим вот всем с ума сводящим. Во всяком случае, дяде Осворта мне ни разу облизать не хотелось. Это все маски. Странные они какие-то. И чары, видать, просроченные. Так и толкают на глупости. Я резко выдохнула и остановилась. Ни к чему мне в голове эти дурацкие мысли. Тряхнула плечами, оправила юбку. Ох, да он перышки мои помял своими загребущими волчьими лапами. Вот ведь тролль лохматый. Талант мага, зачаровавшего маски, впечатлял. Даже спустя полчаса после танца я была уверена, что вальсировала не с человеком, с волком. Вместо рта мне виделся хищный оскал, вместо волос взлохмаченная черная шерсть. Изменчивая галлюцинация не позволяла распознать даже цвет глаз мужчины. А ведь он пристально, да мурашек, внимательно смотрел на меня, пытаясь просочиться под маску. Я же весь танец пялилась на его пасть и ощущала себя хрупкой птичкой, прижатой сильной лапой к чему-то твердому и опасному. И это странным образом волновало. Выкинуть случайного партнера из головы никак не получалось. С прискорбием признала, что если бы не павлин, я бы задержалась в наглых лапах подольше. Интересно было, чем закончится история охотника и его пернатой добычи. Глупая, самонадеянная птичка. Юбка жалобно зазвенела. Дебри, в которые я залезла, стали совсем уж непролазными. Эти коридоры дворцовой оранжереи явно не предназначались для прогулок. Зато прятаться тут идеально. Я перевела взгляд на прозрачный потолок. Черное небо намекало, что август вот-вот закончится, и в свои права вступит осень. Август. Наше сообщество волшебников к этому месяцу и по сей день относилось с трепетом. Во-первых, он был созвучен имени великого и ужасного, нет, не Гудвина. Про того изобретательного фокусника я читала, он был еще ничего. Августуса Блэра. Последнего высшего мага, решившего перекроить мир на свой вкус. Психа, обладавшего невероятной силой и наполеоновскими амбициями. Во-вторых, в конце лета мы отмечали важную дату, избавление от этого самого великого и ужасного. День второго падения темного принца. Мама всегда в шутку добавляла бесштанного, но я не рискнула прояснить этот момент. Отмечали молча, в тишине, с легким звоном бокалов и мыслями о своем. До сих пор маги содрогались от имени Блэра, хотя второе пришествие темного принца случилось аж 19 лет назад. Мы с Арти тогда еще на свет не появились, и родителям пришлось отдуваться без нас. И если в первый раз Августусу упокоила моя пра-пра-пра, там очень много пра-бабушка Аврора Воронцова, то во второй вот не лежалась гаду в склепе спокойно. Это сделала моя мать, Анна Карпова. Очень хотелось верить, что с очередной попытки изгнания Бесштанного прошло успешно, и на этом череда упокоений Блэра закончилась. И мне не придется повторять мамин подвиг, потому как я не очень-то люблю кровь, да и дар мой до сих пор не проснулся.